На последнем заседании Нарского городского собрания прошло утверждение отчета за 2009-й хозяйственный год города Нарва, а также были внесены изменения в бюджет города на этот год. На городском собрании мэр города Тарма Тамиста доложил о проведении отчета консолидированной группы за 2009-й хозяйственный год. Бюджет города в 2009-й год был утвержден как собранием 18 декабря 2008 года в сумме 505 млн 229 квадратных тысяч евро. И в течение отчетного периода бюджет изменится по состоянию на конец года. Учетный бюджет с целевыми поступлениями составил 885 млн 910 квадратных тысяч евро. По выполнению бюджета самый низкий показатель 51,8% из департамента каждого имущества и хозяйства и департамента развития экономики. Но тут это исходит с того, что в прошлом году государством была очень сильно изменена политика относительно кредитов. Из резервного фонда 66% в сумме 1 млн 970 тыс. грн. это было поведение на мероприятие и нужды отдела культуры. В соответствии с учеником аудитором концентрированный бюджетный бюджетный годовой отчет отражает в существенной части правильное и справедливо финансовое состояние города Нарва. По состоянию на 31 декабря 2009 года также финансовое состояние и денежные потоки прошедшего хозяйственного года в соответствии с топливными бюджетными обычаями Эстонии. И всего добавлю, что кредит на нагрузку города Нарва 32%. Как заметил мэр города, основным источником поступления в городскую казну по-прежнему является подоходный налог. Он составил более 45% поступлений. Была проведена и аудиторская проверка отчета. Со слов главы ревизионной комиссии Сергея Никитина, аудитор сделал по отчету только два замечания, которые не могут существенным образом повлиять на его принятие. Также были внесены изменения в части увеличения бюджета города Нарвы по доходам на 23 млн крон. Из них более 20 млн крон – это кредиты по проектам, на которые есть разрешение Министерства финансов и разрешение Нарвского городского собрания. Величение связано с тем, что в ходе реализации произошло удорожание некоторых проектов, например, реконструкции Дома детского творчества. Остальные изменения составляют 2 млн 227,9 тыс. крон – это целевые поступления на прямую бюджетную организацию, на учреждениях, которые добавлены в бюджет как по доходам, так и на целевые расходы. 312,5 тыс. – это изменение одной сторонки доходов на другую, уточнение классификатора. 135 тыс. – это доходы от продажи имущества, именно машины, архитектуры и инвестиции. И 912,6 тыс. представлены на распределение основного бюджета – это те средства, которые в городе среди дивидендов получат с Акционерного общества «Транссервисы». По расходам у вас имеется справка 2, в приложении 2, где отражены все изменения бюджета. На первой странице с пункта 1 по 6 представлены все займовые средства, средства займов, которые направлены на проекты. И остаток резервного фонда, который увеличивается – 64 тысячи рублей.